Сегодня ночью 66-летний мужчина атаковал банковский терминал, расположенный в фойе банка на улице Вахитова. Уже через несколько минут пенсионер был задержан экипажем частной охраны. В подробностях неудавшейся кражи разбирался корреспондент Искандер Тулбаев. Видимо, налетчик рассчитывал на свою быстроту, однако в его возрасте это оказалось не так-то и просто. Банкомат он успел изрядно повредить монтировкой, но до денег так и не добрался. Буквально через пару минут на месте появился экипаж ГБР и тягаться с крепкими парнями мужчина не решился, тем более, что у тех были веские аргументы. Видно было, что ломает банкомат монтировкой. Когда меня увидел, уже успокоился, отошел в угол, ну и не сопротивлялся. Ждали прибытия полиции. Все, передан сотрудникам полиции. То есть не сопротивлялся? Нет, не сопротивлялся. И что там был применение? Собственно, газ не затачивай. Но он с монтировкой, я же не знаю, будет он на меня прыгать или нет. С некоторых пор дверь, ведущая к банкомату, тут не заперта. Для ее открытия больше не требуется банковская карта. Разумеется, это не делает взлом более легким. Непонятно, что удивляет больше, дерзость или глупость, которой пожилой мужчина пошел на это преступление. Подобные банкоматы обычно имеют несколько степеней защиты. Встроенная видеокамера, которая, несомненно, все записывает далеко не первый ее рубеж. Обычно сначала срабатывает сигнализация на пульте охраны. Так что разбив на монитор, злоумышленник ничего не добился, а лишь потратил собственное время. По предварительным данным, задержанный мужчина уже ранее был судим за кражу. В разговоре с полицейскими он признался, что пошел на этот шаг от отчаяния и безденежья. Денег он так и не добыл, но очередной тюремный срок теперь вполне может заработать. В доме на улице Волгоградской во время пожара погиб 40-летний мужчина. Трагедия произошла днем, когда хозяин отдыхал дома в свой выходной. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Мать погибшего мужчины до сих пор не может прийти в себя от горя. Женщина была на работе, когда ей позвонили соседи и сообщили, что из двери ее квартиры валит дым. Через 15 минут она была уже дома. Мама подъехала, дверь открыла, а там дым и все болело. То есть он успел только до двери доползти и здесь вот прямо у дверей. Ничего криминального вообще, просто такая вот нелепая смерть. Первыми забили тревогу соседи. Услышав запах гари, они выбежали на лестничную площадку, которая уже была в дыму. Соседка из 18-й квартиры постучала, говорит, у тебя есть дым? У меня, говорят, дым в квартире. Ну вот мы подошли, вышли в подъезд, а из-под двери дым идет. Начали стучать, звонить в дверь. Вот Денис, он начал там проснуться, видимо, и как раз начал кричать. Ой, 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 бегать там начал. Потом мы услышали грохот, мы ему стучали, говорим, дверь открой, дверь открой. Он никак не мог до двери дойти, дверь. Я говорю, сейчас, 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 еще слышно было. Однако через пару минут мужчина перестал отвечать на крики соседей. По предварительной версии, в это время он выбил окно на кухне. Из последних сил мужчина дополз до двери, но открыть ее уже не смог. Дверь открыли, а оказывается, он вот здесь вот упал, пока дошел до двери. И у двери уже, видимо, умер. Задохнулся. Пока вот он светодверь открыл, оттуда дым все еще продолжал валить. Мы его выволокли сюда, вот в подъезд. Вызвали сразу скорую и пожарных сразу вызвали. Сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться пожарным-дознавателям. На трассе М-7 загорелся грузовик, перевозивший пиво. По предварительным данным, у груженного баночным пивом грузовика во время движения загорелось левое колесо. Водитель остановил тягач, но в этот момент огонь уже перекинулся на прицеп. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. К счастью, никто не пострадал. Лада 12-й модели перевернулась на крышу на улице Чайково. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за образовавшейся на дороге клеи. Помимо отечественной машины, в ДТП получили повреждения еще два автомобиля. Владелец Лады честно признался, что авария произошла по его вине. Мужчина рассказал, что за рулем он совсем недавно и еще не успел набраться водительского опыта. По словам очевидцев, легковушка ехала в сторону улицы Чайково. Попав к клею, машина потеряла управление. Врезавшись в Volkswagen, автомобиль перевернулся на крышу. И в таком положении проскользил доехавший впереди него газели. Уже перевернутый, как подъезжал ко мне к задней части машины. Она, получается, скатилась по земле. Да, по асфальту. Очевидцы помогли водителю выбраться из перевернутой машины. Мужчина ударился головой, но от госпитализации отказался. Самые серьезные повреждения получила отечественная легковушка. Как сказал водитель, машина и раньше барахлила. Теперь же и прямой путь в пункт металлоприема. Два человека пострадали сегодня утром в пожаре в доме на улице Волково. Как рассказали очевидцы, сначала они услышали громкий хлопок, после которого подъезд наполнился черным дымом. Сотрудники МЧС сразу эвакуировали жильцов первого этажа. 15 человек стояли на улице в ожидании, когда пожар будет потушен. В это время медики оказывали помощь погорельцам. Парень с девушкой были дома. Вот они выскочили, раздеты. Они говорят, у нас пожар, пожар. Как выяснилось, двухкомнатная квартира уже несколько лет сдается. В последний раз в нее заехали около года назад. Сначала там жили четыре человека, но с недавних пор остались только двое. Парень с девушкой. О новых соседях местные жители отзывались положительно. Они ночью, газ открытый был, они спали. И потом утром сигарет курил и пахнул все. Газ открытый остался вчера ночью. Совсем недавно в квартире был сделан капитальный ремонт. Однако сейчас от него не осталось и следа. Пожар уничтожил большую часть помещения. Лада Калина буквально влетела под трактор на Оренбургском тракте. Как рассказал водитель спецтехники, он ехал в сторону танкового кольца. Легковушка в этот момент двигалась в центр. Неожиданно машина покинула общий поток и оказалась на встречной полосе. Не снижая скорости, легковушка буквально протаранила трактор. В результате аварии пострадали два человека. С места происшествия их госпитализировали в больницу. Сегодня ночью на улице Мусина столкнулись три иномарки. К аварии привела излишняя торопливость водителя Кея, который, выезжая со двора, не уступил дорогу Хёнде. В момент аварии Хёнде двигался по улице Голубятникова в прямом направлении. Выезжая со двора, Кея еще не успел полностью оказаться на главной дороге, а потому получил лишь скользящий удар по бамперу. Однако это ДТП и спровоцировало второе столкновение. Ну вот ехал по той улице, с частного сектора машина выехала. Задело меня показательно, я улетела сюда, в другую машину. Видимо, после удара девушка невольно повернула руль влево, и ее машина налетела на ехавший по Мусину Ниссан. Своим крылом Хёнде повредил буквально весь правый бок японского автомобиля. Возможно, на ошибку водителя Кея, с которого все и началось, повлияла ограниченная видимость при выезде со двора. Ну не разглядел, видимо, машины там стояли. Не увидел, может быть, меня. Не знаю. Наиболее дорогостоящий ремонт потребуется Ниссану, который, как говорится, оказался не в то время и не в том месте. Пересечение улиц Мусина и Голубятникова по-прежнему остается аварийным участком и требует от водителей повышенного внимания. Сегодня утром большая пробка образовалась на улице журналистов из-за незначительной с виду аварии. Дорогу не поделили автобусы и Volkswagen. Двигаясь в среднем ряду, городской транспорт зацепил зеркало иномарки. Пытаясь избежать более серьезной аварии, водитель немецкого автомобиля вывернул руль вправо и врезался в бордюр, повредив при этом диск. Мужчина, управлявший автобусом, свою вину категорически отрицал, настаивая на том, что столкновения вообще не было. Принципиальный спор водителей стал поводом для вызова экипажа ГАИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова